Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. 19 жителей Самарской области стали лауреатами государственных наград. Почетные знаки и дипломы вручил губернатор Дмитрий Азаров на торжественном собрании, посвященном Дню Народного Единства. Праздник к нам приходят. В Самаре деревья украшают праздничными гирляндами, а на склоне площади Славы монтируют цветовую инсталляцию. В военное время они работали при Совинформбюро. На здании, где размещался еврейский антифашистский комитет, открыли мемориальную доску. 19 жителей Самарской области стали лауреатами государственных наград. Почетные знаки и дипломы вручил губернатор Дмитрий Азаров на торжественном собрании, посвященном Дню Народного Единства. В этом году особая благодарность медикам, которые сейчас стоят на передовой борьбы с коронавирусной пандемией. Впрочем, награды получили представители других профессий, которые обеспечивают благополучие жителей региона и страны. Об этом расскажет Олег Зверев. Ей сейчас уже месяц и 12 дней, и она у нас весит килограмм 300. Ой, какие вы молодцы. Молодцы. Варвара краса, длинная коса. Новорожденная Варвара поступила в педиатрическое отделение больницы Середавина с критической массой 800 граммов. Сегодня ее жизни уже ничто не угрожает. О состоянии девочки докладывают заместителю главного врача. Это не самый тяжелый случай, рассказывает Наталья Куликова. До 43 года работы ей приходилось встречаться лицом к лицу с самыми сложными детскими болезнями. Но именно здесь, в этом отделении, каждый день происходит чудо исцеления. Ежегодно 100 тысяч пациентов обращаются в консультативную поликлинику больницы имени Середавина. Из них 25 тысяч детей проходят через стационар. 18 тысяч лечатся амбулаторно. Мы забираем детей через нашу санавиацию, начиная буквально с первых часов жизни. И ведем его до 18 лет. Поэтому мы этого ребенка знаем, когда он родился. Мы этого ребенка знаем, как он рос. Мы знаем, как он болел. Мы знаем те дети, которые имеют очень серьезную и сложную патологию. Мы их знаем, ну, анамнез их знаем. Знаем, как у них протекает это заболевание. И в другую больницу они не пойдут, потому что они знают, что здесь помогут. Очень большое удовлетворение от работы, потому что, ну, если не 100, то 99,9 детей уходят от нас, по крайней мере, с выздоровлением, здоровыми. Наталья Куликова – врач высшей категории, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения. И вот новые звания. Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации. Награду вручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Торжество приурочено ко Дню народного единства. Сегодня это как никогда актуально. Мир должен объединиться перед угрозой пандемии. И медики на передовой этой борьбы. Каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы защитить здоровье конкретного человека и общественное здоровье в целом. Кто-то объясняет и разъясняет, кто-то непосредственно в этом участвует, кто-то просто помогает людям, которые нуждаются в этой помощи, а кто-то своим творчеством, талантом вдохновляет людей в этот непростой период, поддерживая этим и их иммунитет, значит, защищая здоровье. Спасибо вам за это. Весомый вклад в развитие медицины внес Сергей Китайчик, который уже 25 лет возглавляет областную детскую инфекционную больницу. Награжден почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Врач, патриот и поэт, любовь к своему делу и к малой родине выразил в стихах. Без тебя, без Самары, без Волги я на свете прожить не смогу. И тихонько беседую с речкой, говорю обо всем, не тая, как мне дороги волжские дали эти милые сердцу края. Спасибо за награду. Лауреатами государственных наград стали 19 представителей самых разных профессий в области культуры, сельского хозяйства, промышленности, науки и образования. Художественному руководителю Самарской детской школы искусств номер 4 Наталье Семеновой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области». Ответное слово – благодарность медикам за спасенные жизни. Столько медиков, разрешите высказать гражданскую позицию, свою собственную. Слава Богу, у нас пока это не коснулось мою семью. Но нижайший поклон всем людям, кто ежедневно стоит, скажем так, у станка этой борьбы. Спасибо вам огромное. Каждый из награжденных не просто стал лучшим в своей профессии. Почетные знаки – это признание дела, которому они посвятили жизнь, ежедневным трудом, создавая славу и благополучие Самарской области. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. Самару начали украшать к Новому году. Для этого используют почти 110 километров светодиодных лент, устанавливают деревянные постаменты под световые фонтаны. За подготовкой к торжеству наблюдала Елена Малютина. Качественные, гибкие, на каучуковой основе. Они надежно защищены от повреждений и сильных морозов. За монтаж украшений и работу иллюминаций отвечают сотрудники муниципального предприятия «Самара Горсвет». Ежедневно в разных районах города монтируют световые гирлянды. Работы выполняют около 40 специалистов. Среди них и электромонтер Антон Матвеев. Рассказывает, на убранство одного дерева уходит в среднем 80-100 метров светодиодных лент. Общая длина гирлянд, которыми украсят деревья, почти 100 километров. Впервые такое дизайнерское решение применили во Франции. В Самаре же гирлянды развешивают на деревьях с 2016 года. По словам специалистов, иллюминация безопасна для насаждений. Главное, когда ее вешаешь, не сломать ветки. Труднее всего украшать широкоствольные деревья. На каждой уходит около двух часов. В некоторых случаях крон деревьев тоже матываем, где надо. Но в некоторых парках нет. То есть где не надо, будем там не матывать. Но крон деревьев, сами понимаете, выше, там уже сложнее. В этом году в Самаре планируют подсветить более тысячи хвойных и лиственных деревьев. Все гирлянды после прошлого новогоднего сезона удалось сохранить. По сложившейся традиции, каждый год количество световых композиций в Самаре растет. Для новогоднего убранства улиц планируют закупить 500 новых объектов иллюминации. Несколько из них, согласно техническому заданию, должны быть выполнены с технологией дополненной реальности. Погрузиться в нее будет несложно. Около конструкции установят специальную метку с QR-кодом. Горожане смогут скачать приложение. На экране появятся сказочные герои. Часть инсталляций уже закупили. Фигуры, световые деревья, шары светящиеся. И порядка 500 консолей световых, которые мы разместим на опорах. Нашу работу в этом году по украшению города к Новому году уже обмотали мы порядка 320 деревьев. И эта работа продолжается дальше. После деревьев будем устанавливать световые фонтаны, другие конструкции на улице Ленинградской, на площади Куйбышева. И как поступит команда, будем их включать. Будет 8 фонтанов, из них 5 смонтированы. Гирляндами уже украсили деревья на Молодогвардейской, Галактионовской и Волжском проспекте. А на склоне площади Славы монтируют каркас одной из самых масштабных световых инсталляций. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. Победа, завоеванная всем миром. Сегодня в Самаре открыли мемориальную табличку на фасаде здания, где в годы войны располагался еврейский антифашистский комитет. Торжественное собрание приурочено к 10-летнему юбилею Парада памяти. Организация, в которую в 41-м году вошли видные представители еврейской интеллигенции, сыграла неоценимую роль в восходе Великой Отечественной войны. Об этом сегодня говорили потомки. Мнение выслушали наши корреспонденты. Псалом «Просите мира Иерусалиму» звучит как поминальная молитва о тех, кто в 41-м году создали мощное антифашистское движение в Советском Союзе и в благодарность потомкам, которые хранят историческую память. В годы войны в этом здании в Куйбышеве был размещен еврейский антифашистский комитет, в который входили видные общественные деятели, сумевшие мобилизовать мировое сообщество на борьбу против гитлеровской Германии. Открытие Второго фронта, огромные деньги, ленд-лиз, все это началось после того, как Соломон Михоас и Цикфефер 7 месяцев ездили по миру. В Куйбышеве вышел первый номер газеты «Эйни Кайт», в переводе с «Идиша единство», который сообщало всему миру о военных и трудовых подвигах советского народа и о нацистских зверствах на оккупированных территориях. Материалы перепечатывали другие еврейские издания. Та роль, которую сыграл еврейский антифашистский комитет и в сборе средств, и в поднятии духа нашего народа. В Великой Отечественной войне победил многонациональный советский народ, но тем не менее, конечно, мы отдаем отдельную дань памяти и уважение еврейскому народу. Мемориальная табличка сегодня открыта на фасаде здания по адресу Венцика 37, где, согласно документам, располагалась штаб-квартира еврейского антифашистского комитета. Она будет напоминать новому поколению самарцев и гостей города о том, какой ценой была завоевана победа. На средства, собранные за рубежом еврейским антифашистским комитетом, Красная Армия получила закупленные более тысячи новых танков, 50 новых самолетов. Два парохода с медикаментами были направлены из Соединенных Штатов Америки в 43-м году, также на средства, собранные при помощи еврейского антифашистского комитета. И не случайно в 43-м году в адрес еврейского антифашистского комитета сюда, в Куйбышев, по этому самому адресу поступила поздравительная и благодарственная телеграмма от председателя Государственного комитета обороны Сталин. В этот же день состоялось возложение цветов у мемориальной доски участнику восстания в лагере смерти Собибор Ефиму Литвиновскому. Память о нем увековечена на фасаде здания на улице Куйбышева, 44, в котором жила его семья. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. В Самаре началось строительство нового детского сада в Октябрьском районе. Его возведут по адресу улицы Подшипниковая, 27, на средства национального проекта «Демография». Земляные демонтажные работы на участке идут полным ходом, и в этом убедился Андрей Горгуленко. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И здесь появится дошкольное учреждение на 112 мест, 21 из которых – «Ясельные». Мы в прошедший период подготовили проект, получили положительное заключение государственной экспертизы, включили данный объект в финансирование за счет средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». Полностью готовый объект подрядчики должны сдать 31 августа 2021 года. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, Николай Сидоров. События. Жители домов Нашверника примут участие в разработке проекта благоустройства своего двора, где планируется строительство детского сада. Об этом говорили на встрече инициативной группы с городскими властями. Жители беспокоят, что новое здание лишит их детских спортивных площадок, а также парковочных мест перед домом. Представители департамента отметили, что строительство сада будет сопровождаться комплексным благоустройством двора. Подробнее в следующем сюжете. С улицы за стол переговоров. Городские власти провели встречу с инициативной группой жителей домов 4, 6, 8 и 14 по улице Шверника, которые обеспокоены строительством детского сада в своем дворе. Горожане волнуются за того, что не смогут сохранить придомовую территорию, зону отдыха, игровые площадки и парковочные места, которых и так не очень много. А еще одно здание сделает двор теснее. Кроме того, жители переживают, что вместо детского сада может вырасти многоэтажка. Мы друг друга услышали. Осталось нам... Мы же не просто говорили, вопросы задавали. Осталось и вашей стороне, и нашей стороне ответить на эти вопросы. То есть мы надеемся, что все вопросы, которые вы сегодня записали на видео, там, озвученные нами вслух, вы их... А можем в письменной форме подать вам. Вы на них ответите. Руководитель департамента градостроительства заверил жителей, что никакой многоэтажки вместо детского сада точно не будет. Деньги на строительство дошкольного учреждения уже выделены из федерального бюджета. Его будут возводить в рамках национального проекта «Демография». Учреждение будет рассчитано на 132 места, третий из которых ясельные. А что касается дворовой территории, то жители смогут ее не только сохранить, но и привести в порядок благодаря участию в федеральных и региональных программах. К тому же специалисты помогут им разработать проект и наполнить двор тем, что пожелают жители. У нас при строительстве всех детских садов в Самаре на территориях существующей застройки, на территориях новых квартирных домов сопровождаются таким благоустройством вокруг нового строящегося садика. Яркий пример, там детский садик на улице Ташкентская во дворе, дома номер 116, где совместно со строительством нового детского сада параллельно осуществлялись мероприятия по программе «Комфортная городская среда» – комплексное благоустройство двора. Следующая встреча с инициативной группой, где будут дорабатывать проект благоустройства территории, состоится в начале ближайшей недели. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Парламентария не поддержит предложение специалистов высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных россиян. Компания «Дом.РФ», которая является оператором программы льготной ипотеки, под 6,5% начала прием заявок от банков на выделение дополнительного лимита. Многие собственники жилья вновь начали требовать за свои квартиры доллары, а не рубли, хотя расчеты в валюте в России запрещены законодательно. Об этом более подробно в нашей рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарая. В пятницу, 6 ноября, Центробанк снизил курсы иностранных валют. Евро упал на 1,22% и достиг 92,12 руб. Доллар снизился на 1,54%, до 78,46 руб. Соответствующие данные опубликовали на сайте регулятора. Стоимость январского фьючерса на нефть марки «Брент» упала на 2,69%, до 40,14 долларов за баррель. Парламентарии не поддержат предложение специалистов Высшей школы экономики повысить налоги для обеспеченных россиян, считает первый заместитель главы бюджетного комитета Совета Федерации Елена Перминова. Бюджет уже сверстан, готовится ко второму чтению, и такие существенные изменения в него вряд ли будут вноситься, сказала она. Сенатор отметила, что сейчас в экономике складывается сложная ситуация, поэтому оказывать давление на бизнес и граждан повышениями налогов нецелесообразно. В отзыве Высшей школы экономики на проект федерального бюджета на 2021-2023 годы предлагается повысить налог на доходы состоятельных россиян и на прибыль компаний. Так, по мнению экспертов, для тех, чьи доходы превышают 12,24 млн. рублей в год, НДФЛ должен составлять от 20 до 24%, налог на прибыль компания от 24 до 30%. По предложению президента Владимира Путина, деньги, полученные за счет этого повышения, будут направлять на лечение детей с орфанными заболеваниями. Компания дом.рф, которая является оператором программы льготной ипотеки под 6,5%, начала прием заявок от банков на выделение дополнительного лимита. Об этом сообщает пресс-служба организации. В связи с продлением программы он увеличен на 950 млн. Общая сумма составит почти 2 трлн. рублей. Управляющий директор дом.рф Алексей Ниденс отметил, что программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках показала свою эффективность. Он также не исключил, что количество организаций и участников в ближайшее время возрастет. На сегодняшний день в программу входят 59 банков и 4 некредитные организации. Подача заявок от кредиторов осуществляется через единую информационную систему жилищного строительства нашдом.рф. Напомним, программа льготной ипотеки на квартиры в новостройках продлена до 1 июля 2021 года. На сегодняшний день жители России подали уже 600 тысяч заявок на получение жилищных кредитов по ней, а выдано более 250 тысяч кредитов. Многие собственники жилья вновь начали требовать за свои квартиры доллары, а не рубли, хотя расчеты в валюте в России запрещены законодательно. Такая схема была принята до 2008 года, когда в стране произошел финансово-экономический кризис. По словам риэлторов, чаще всего за доллары квартиры продают граждане, постоянно проживающие за границей. Доля таких операций невелика, но несколько предыдущих лет подобных условий собственниками не выставлялась. Схема долларовых сделок аналогична наличным сделкам в рублях, поясняют брокеры. Сумма за квартиру в долларах закладывается в банковскую ячейку с условием открытия только после перехода прав на недвижимость. В договоре указывают рубли, а в ячейку закладывают валюту. Если сделка проходит без проблем, то последствия, скорее всего, не будет. А вот если возникнут трудности, то последствия могут быть очень серьезными. Если выяснится, что в ячейке лежат доллары, то по закону следует штраф в размере 75-100% от суммы незаконной валютной операции. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. В Самаре проходит финальный этап проверки выполненных работ на улице Победы. Благоустройство стало возможным благодаря проекту улицы Победы, который является частью нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, ремонт длился два года. Контроль качества проходил на всех этапах с пристальным вниманием общественности. Представители профильных департаментов совместно с сотрудниками муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» еще раз проинспектировали объект. Подробности в следующем сюжете. На улице Победы финальный прием комплексного ремонта планируют завершить до конца текущей недели. Оценивают качество и объемы выполненных масштабных работ протяженностью почти 5 километров. На участке от улицы Елизарова до улицы Гагарина заменили 115 тысяч квадратных метров асфальта, облагородили парковки и обустроили такое же количество новых мест для машин. На 5 тысячах квадратных метров теперь можно дополнительно разместить еще порядка 250 автомобилей. Отремонтировали более 60 тысяч квадратных метров тротуаров, привели в порядок газоны, позаботились о безопасности, заменили дорожные знаки, светофоры, установили пешеходные ограждения. Учли и интересы маломобильных людей и родителей с колясками, сделали пандусы на всех перекрестках. Также сделали дополнительное расширение полос на самых проблемных участках, где в предыдущие годы при максимальной загруженности дороги образовывались длинные пробки. На улице Победы, на пересечении с двадцатым партсъезда и на пересечении с улицы Александра Матросова, мы построили уширение, так называемые правые поворотные полосы. Это было сделано в тех местах, где было наибольшее затруднение движения автомобилей и общественного транспорта. Островки безопасности мы построили на каждом перекрестке для того, чтобы люди имели возможность не перебегать на красный свет светофора и имели также возможность дождаться разрешающего знака светофора. Выполнялись работ с учетом мнений как граждан, жителей нашего города, так и органов ГИБДД, департамент транспорта и так далее. Для того, чтобы создать объект, который не только отремонтированно качественно, но еще комфортен, удобен и, главное, безопасен. Все это стало возможным благодаря проекту «Улица Победы» – части национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритет в этом году отдали улицам, названия которых связаны с Великой Отечественной войной. Благоустройство жителей радует. Принимают ремонт объекта с привлечением общественности. Высказать свое мнение об обновлении предложили и ветеранам. Масштаб проделанной работы оценил председатель Самарской региональной общественной организации «Труженики тыла» и ветераны труда Петр Горшков. Говорит, любит прогуливаться по преобразившейся улице Победы. Но сейчас по состоянию здоровья любуются видом из окна. Комплексный ремонт улицы Победы сделали с учетом мнения самарцев. По желанию жителей появились дополнительные места с зелеными насаждениями. Например, на участке от проспекта Кирова в сторону улицы Елизарова. Все работы выполнены в срок. Подрядчик по контракту жизненного цикла обязан всесезонно содержать дорогу и следить за ее состоянием на протяжении трех лет. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События. А за сутки в Самарской области зарегистрировали 188 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе 17 078. Как соблюдают указания Роспотребнадзора по масочному режиму и социальной дистанции магазины и пекарни города, сегодня проверила наша съемочная группа слова Гульфея Сафиной. Пока эпидобстановка в регионе остается острой, антиковидные правила ведения торговли принципиальны для исполнения. Есть ли разметка дистанцирования, все ли продавцы и покупатели в масках и перчатках. Установлен ли рециркулятор воздуха в торговом зале и замеряют ли сотрудники ежедневно температуру. Соблюдение требований Роспотребнадзора в магазинах и торговых центрах на постоянном контроле местных властей. Проверки проводятся сотрудниками администрации на плановой основе ежедневно. В случае выявления нарушений мы отправляем документы в управление гражданской защитой. С марта месяца порядка 200 нарушений мы выявили. В каждом районе города за время пандемии выписали порядка 200-250 актов. Часть из них носит предупреждающий характер. Остальные ложатся в основу протоколов и направляются в суд. За пренебрежение санитарными нормами предприниматели рискуют получить штраф до 300 тысяч рублей. Это на первый раз. При повторном нарушении сумма вырастет втрое. Желательно, конечно, проводить такие рейды и предупреждать, разъяснять. Потому что в ходе рейдов мы не только выявляем нарушителей, но и проводим разъяснительную работу и с населением, и с сотрудниками объектов потребительского рынка. Стоит отметить, что каждодневные выезды административных комиссий приносят плоды. По сравнению с весенними месяцами сейчас все реже можно встретить нарушителей. На это и рассчитана работа городских властей. Мы это с пониманием относимся, потому что, в принципе, никому болеть из нас неохотно. И во вторую волну мы видим также, что люди более относятся к этому, уходят все маски. То есть сейчас с пониманием относятся, никто не ругается, одевают, заходят маски. Профилактические рейды по объектам потребительского рынка в Самаре будут продолжаться. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, а также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова